КамАЗ предполагал, что запасов импортных комплектующих хватит до середины марта, однако отдел планирования ошибся. Большая часть деталей успела иссякнуть, и сейчас российский автогигант переориентирует производство на классическое семейство К3. Так полным ходом идет выпуск чисто камазовских дизельных восьмерок и механических коробок, которыми планируется заменить ставшие санкционными моторы Каменс и трансмиссии ZF. Топливную аппаратуру Bosch заменит Барнаульская. При этом выпуск современных грузовиков поколений К4 и К5 приостановлен. Но, как заверил первый заместитель гендиректора Юрий Герасимов, дата возобновления производства самой свежей линейки К5 уже определена. Я не стану пока называть конкретную дату восстановления производства К5. Она уже определена, но программу нужно утвердить на уровне гендиректора. Мы четко видим, как вернуться в скором времени к сборке модели 54901, которая так востребована на внутреннем рынке, особенно в отсутствии конкуренции. Проще говоря, в набережных Челнах нашли, чем заменить попавшие под санкции узлы и агрегаты. Кстати, свою деятельность на территории России приостановила абсолютное большинство европейских марок. Исключением оказался только голландский DAF, который давно принадлежит американскому концерну PACCAR. Так что пока шесть представителей большой европейской семерки будут придерживаться санкционного курса, седьмой игрок DAF теоретически сможет закрыть потребности отечественных перевозчиков. Между тем, в непонятной ситуации оказалась итальянская компания Ивека, чей гендиректор Геррет Маркс в интервью агентству Bloomberg высказался о невозможности вести бизнес в России. Никаких официальных заявлений не делал ни головной, ни российский офис, поэтому ситуацию можно считать подвешенной. Если все-таки будет принято решение даже не о приостановке, а о полном уходе, то, безусловно, мы будем скучать по рамным грузовичкам Дайли. Но куда хуже, если итальянская сторона выйдет из совместного предприятия Ивеко АМТ. Челябинское Ивеко АМТ, где АМТ расшифровывается как автомобили МИАС Турин, расположено неподалеку от автозавода Урал. Оно выпускает грузовики и спецтехнику, заточенные под тяжелые условия эксплуатации. Продолжение следует...